Здравствуйте! Это очень приятно. Ну и приятно, что есть и люди, которых я, может быть, и не помню по именам и фамилиям, но, скорее всего, видела все равно когда-то. Наш вебинар сегодня посвящен устной части этих двух экзаменов, одновременно и ОГЭ, и ЕГЭ. Но так как это два экзамена, то информация будет, конечно, не сильно подробной, но какие-то, может быть, что появилось новое за последние два месяца, вот в части процедур, либо там еще чего-то этих экзаменов, то я сейчас постараюсь это осветить. Но я надеюсь, что вы будете задавать мне вопросы. Благодаря вашим вопросам этот вебинар станет более содержательным, более полезным для вас. Я думаю, что вы будете все-таки активными, слушателем. Начнем мы, наверное, как обычно, с плана нашего вебинара. То есть я планирую рассказать о процедуре еще раз, повторить двух экзаменов. Но если, что касается процедуры ЕГЭ, то она более-менее устоялась, и никаких изменений там нет, то вот насчет ОГЭ много спрашивают, много задают вопросов. Как же там все-таки ученику нужно отвечать, что делают организаторы и вообще, как это все происходит. Я постараюсь кратненько, но во всем сказать. Второй раздел – это требования к подготовке учащихся. Опять же, посмотрим сначала на ОГЭ, потом на ЕГЭ, в чем разница, в чем сходство. Там на самом деле и сходство много. Ну и немножко, совсем немножко о критериях оцениваем. Если данный план вам кажется, может быть, неполным, или вы чего-то хотели бы добавить, о чем следовало бы сказать, я думаю, что вы зададите тогда вопросы свои, да, и мы вам дотомим еще то, чего тут не хватает. Значит, я иногда буду к вам обращаться, задавать вопросики какие-то, но если не увижу ответа, то придется со мной отвечать, но хотелось бы увидеть ваши ответы. Вот. Значит, первое. Начнем с процедуры экзамена. Сначала поговорим про ОГЭ. В этом году сроки проведения, как вы видите, 25-го, 26-го мая. Как вы думаете, в какой из этих дней будет сдавать основная часть детей, а их более 1600? Ну-ка. Кто знает, какой день будет самым многочисленным из этих двух? Так, вот, чтобы увидеть ваши ответы, я должна, ага, вижу, 26-го. Да, верно, Ульяна. 26-го будет основной день, 25-го будет сдавать только 29 человек, а 26-го все остальные 1600. В этом году на 200 с лишним числа... ...часть в этом экзамене сдается в один день, в отличие от ЕГЭ. Но... ...еще раз повторим, что письменно-русная часть ОГЭ сдаются в один день. Но особенностью этого года являются какие дополнения по процедуре. Как нам сказали в ЦОИ, в этом году будет рассадка. То есть в аудиториях для проведения экзамена будут прямо назначены дети, кто в какой аудитории сдает. В прошлом, позапрошлом году этого не было. И теперь они будут расписываться в формах специальных. В прошлом году тоже этого не было. КИМ, как обычно, остается бумажным, в отличие от ЕГЭ. Цифровая запись ответа происходит на компьютер. Ученик также надевает гарнитуру и записывает через микрофон свой ответ. Хочу спросить длительность ответа, кто помнит, сколько длится ответ третьеклассника. Так, никто не отвечает, тогда буду сама отвечать. Ответ девятиклассника длится 15 минут по процедуре. И еще вообще на одного участника запланировано полчаса. Это значит, что остальное время он может прослушать свой ответ, чтобы убедиться, что запись произведена качественно. Ну, то есть нормально слышно, нет каких-то пробелов в записи. И можно тогда расписываться и покидать аудиторию. На время подготовки дается для каждого задания, есть свое время подготовки. Если это первое задание, чтение текста вслух, на него дается полторы минуты подготовки. На второе задание время подготовки есть? Напишите, да или нет. Правильно, Аня. На второе задание подготовки нет. Потому что второе задание – это ответы на вопросы электронного ассистента, то есть автоответчика. И сами ответы там уже запрограммированы в этой аудиозаписи. На каждый ответ на вопрос запланировано 40 секунд. Поэтому дополнительно не нужно готовиться к этому заданию. Еще часто спрашивают, а вопросы электронного автоответчика дети будут видеть на бумаге у себя в КИМе? Как вы думаете, они их увидят или не увидят? Верно, правильно отвечаете. Они их только услышат. На бумаге у них будет только задание написано, что вы сейчас будете принимать участие в электронном опросе, как бы ответить на вопросы, и все. И организатор включает там звуковой файл, и они эти вопросы только слышат. Поэтому времени на подготовку второго задания, естественно, нет. И есть еще время на подготовку третьего задания. Монолога, да? Там тоже так же, как на первой, дается полторы минуты. И две минуты на ответ. Про черновики многие спрашивают. Могут ли дети какие-то записи во время ответа делать? Ну, во время вот этих полутора минут подготовки. Правильно, Аня, правильно, Ульяна. Не могут. И вообще, вот мы проводили уже с двумя группами организаторов, которые будут работать на нашем экзамене, проводили семинар. Некоторые говорят, ну, прямо вот когда они заполнили свои бланки, бланки ответов номер один и номер два, мы говорим, оставьте ручки прямо вот там, где ваши бланки лежат. И садитесь в компьютер сдавать, чтобы у них во время сдачи экзамена, во время вот этого ответа, вообще даже в руках ключик не было. Потому что иначе, мы когда проверяем экспертов, нам выдают сканированные скан-копии их бланков номер два, и там зачастую видишь, ученик либо у него было время готовиться, либо он за компьютером сидел, что-то черкал. Ну, в общем, они используют их как черновики. Вот, ну, в этот раз провели работу хорошую с организаторами. Я думаю, что со стороны процедуры экзамена должно быть намного меньше нарушений. Ну, посмотрим, как на самом деле получится. Значит, процедура экзамена. Сначала дети, после того, как написали письменную часть, она у них продолжается два часа, они поступают в аудиторию ожидания, да? Там они ждут своей очереди. В этом году очередей будет четыре. То есть у них в рассадке будет написано, какая им очередь предназначена. Первая, вторая, третья либо четвертая. В прошлом и запрошлом году было только две очереди. Когда они, согласно своей очереди, приходят в сопровождении вне аудиторного, сопровождающего в аудиторию проведения в основной части, они заполняют бланки, да? В отличие от ЕГЭ, ну, у меня там будет слайд, конечно, какие отличия, ну, давайте сразу скажем. В ОГЭ они заполняют два бланка, номер один и номер два. А в ЕГЭ они что-нибудь заполняют? Жду вашего ответа. А в ЕГЭ что они заполняют? Ну, все молчат, когда я скажу. В ЕГЭ они заполняют только бланк регистрации. И он называется даже по-другому, просто бланк регистрации. А здесь все-таки бланк ответов номер один и бланк ответов номер два. У меня на следующем слайде есть как раз их внешний вид, как они выглядят. Это бланк ответов номер один, именно для устной части. Так, что-то перескочило туда-то. Вот он, да? Именно на устную часть. Ну, организатор в аудитории, понятно, что у него на доске там все графы, образцы заполнены. Дети заполняют их и плюс свои фамилии, имя, отчество, данные паспорта и все, шапка только, да? Но у них также есть и бланк ответов номер два. И основные ошибки и детей, и организаторов. Одни не заполнят, а другие не проследят, чтобы заполнили. Вот я прям заполнила примерный бланк ответов номер два. В поле для ответа, там, где на письменной части ребенок написал бы свое письмо личное, да? Diablo, там, thank you for your letter. То в областной части он должен скопировать из верхнего поля, где номер кем и номер варианта. Нужно их просто скопировать в эту область ответа. Да, в записи вебинар будет выставлен на сайте. Читаю вопрос Ира. Демовой. Да, потом сможете посмотреть, если вы начало пропустили. А, либо наоборот, окончание, да? Так. Вот, и это нужно для того, чтобы при сканировании бланков работа ребенка попала в протокол экспертов, чтобы ее проверили. Если эта часть будет пустая, компьютер определит, что работы не было, бланк пустой, значит, его не нужно и проверять. То есть, вот это были основные ошибки в прошлых лет. Вот сам Ким, как вы видите. То есть, ребенок получает комплект из трех вот таких вот бумажечек. Первое – это бланк номер один ответов, второй – бланк ответов номер два, и третье – вот сам Ким. И на этом Киме вот проставлен уже номер типографский – 109-04-68. Этот же самый номер у него будет проставлен и на бланке ответов номер один, и на бланке ответов номер два, и вариант тут вот не видно его, просто он очень мелко написан. И вариант там же будет, да? То есть, ребенку нужно будет проверить, совпадают ли все эти номера Ким на всех трех бланках. Если все совпадает, значит, он садится к компьютеру и начинает ответ. Значит, как нужно отвечать на Ким? Многие спрашивают, что там перескакивает автоматически странно. Ребенок произносит сначала, когда организатор включает кнопку записи ответа, ну, звукозаписывающую какую-нибудь программу. Ребенок сначала должен произнести свой номер Ким на русском языке, отдельно каждую цифру. И обязательно он должен назвать номер задания. Ну, этот инструктаж им, конечно, прочитает его аудитории, но, как бы, я думаю, что учителя должны еще и до экзамена объяснить детям, что их ждет на экзамене, да? Поэтому вы тоже можете им сказать, как это все будет проходить. То есть нужно будет назвать номер Ким, назвать номер задания, например, задание номер 1. После этого можно готовиться полторы минуты, можно меньше готовиться. Здесь нет такого жесткого прямо лимита времени, да, полторы минуты, ни меньше, ни больше. Вот больше нельзя, а меньше можно. Допустим, ребеноку 40 секунд надо всего. Он раньше уже прочитал это задание на ФИПИ, поэтому ему вообще полминуты, либо 10 секунд хватит, чтобы освежить память, что там надо читать. И он может начинать чтение. После того, как он прочитал первое задание, нужно поднять руку, что ответ на первое задание закончилось. И организатор включит тогда вопросы электронного, электроника систем, да? И ребенок слышит вопросы, отвечает на них. После того, как все шесть вопросов закончились, запись остановится. И можно называть следующее задание, задание 3. Есть тоже время подготовиться полтора минуты. Многие тоже не придерживаются этого времени, готовятся гораздо меньше. И отвечать можно 2 минуты. Вот тут как раз таки организаторы часто не следили. И поэтому, когда эксперты проверяют, выясняется, что, например, один ученик отвечает полторы минуты. Вот ему столько надо, больше он не может ничего сказать, ему хватило полторы минуты. А другой ученик может 5 минут его ответ длиться на третье задание. Это несправедливо, да? Поэтому вот в этот раз мы организаторам сказали, чтобы они четко следили за ответом на третье задание. Это во-первых. А во-вторых, еще с экспертами проговорим, что если все-таки организаторы не уследили, и ребенок вместо 2 минут отвечал 5 или больше, и если это не ребенок с ОВЗ, а они отдельно отвечают в отдельной амбитории, и у них время продлено, если это не ОВЗ, то мы просто будем отсчитывать 2 минуты и дальше не проверять. Когда вот что услышали 2 минуты, то и оцениваю. В принципе, в письме делается так, по количеству слов, а отсчитывается то количество слов, которое нужно по заданию, в основном не проверяется. Наверное, мы с наречи будем делать так же, чтобы никому не обидно было. После того, как закончится ответ на третье задание, нужно сказать, экзамен закончен, и организатор в аудитории подойдет, выключит запись и сам ее сохранит. То есть ученику вообще не нужно ни на какие кнопки, ни на какие клавиши нажимать на компьютере или на ноутбуке. Все это должен делать организатор. Ученик только держит свой кин и отвечает, больше ничего ему не надо делать. После того, как организатор сохранится под соответствующим номером его запись, ребенок должен обязательно прослушать ее в нескольких местах, потому что мы часто слышим, либо вообще не слышим ответ, настолько тихо он записан, и приходится на разных устройствах его воспроизводить, чтобы что-то услышать. Либо настолько фоновые шумы сильные, что заглушают все слова, ничего не понятно, звук плавающий. То есть проблем со звуком бывает очень много, поэтому обязательно нужно прослушать в нескольких местах, либо вообще весь ответ прослушать. И только после этого, если все нормально, покидать аудиторию. В этом месте вопросы есть? Если нет, то идем дальше. Вот кто-то один вопрос. Номер Ким и ответ закончен. Да, да, все верно. Это ребенок говорит по-русски. Да. Так, еще кто-то что-то написал, что ли, нет? Нет, все. Так. Следующий момент, о чем нужно сказать, это подготовка учащихся. Так как экзамен ОГЭ, он находится в ответственности органа исполнительной власти, то есть регионов, в данном случае Красноярского края, ну и всех остальных регионов, то Ким составляет сам регион, и все Кимы берутся из открытой базы. В данном случае база ОГЭ, да, которая на ФИПИ находится. Поэтому я думаю, что для того, чтобы успешно подготовить ученика к этому экзамену, достаточно воспользоваться этой базой. Больше других каких-то пособий, я думаю, даже не надо. Так, смертного, Татьяна. Угу. Так. Но еще что можно порекомендовать, наверное, так это вот еще детям нужно привыкать к ограничениям во времени, что нужно прочитать текст за определенное время, и нужно на третье задание ответить тоже за определенное время. То есть можно, конечно, записывать, их ответы и вместе с ними их анализировать при помощи вот такой стандартной программы блокозапись. Вы видите, что вот я скан сделала в этой программке, на ней время видно. Но если время на первое задание там можно еще отследить, то весь ответ, запись ведется без пауз. На третье задание трудно запомнить. Ну, конечно, они там еще и волнуются на экзамене. Трудно запомнить, когда ты начал ответ, чтобы две минуты от этого начала отсчитать. Я думаю, что в этом может помочь тренажер. Вот у меня здесь есть ссылка, я сейчас по ней проходить не буду, вы просто когда презентацию скачаете, посмотрите. Те, кто не знают еще, ну, те, кто проходил курсы экспертов, они уже знают про этот тренажер. Этот тренажер и ОГЭ, и ГЭУС на части, он очень хорошо имитирует настоящий экзамен, и можно использовать его. И плюс этого тренажера, что в отличие от Росубарназуровского тренажера, там всего один вариант, и он не производит аудиозапись, она не сохраняется и не ведется. Этот тренажер сохраняет в формате НП3, на ваш рабочий стол или куда вы скажете, запись ответа, и ее можно прослушать, проанализировать. И время пауз не входит в эту запись, в нее входит только время на ответы заданий. То есть в этом тренажере для ОГЭ есть 15 вариантов, и для ЕГЭ 20 вариантов. Ну, вот для того, чтобы к времени привыкнуть, ОГЭшный тренажер можно использовать. Ну, хотя у нас пока не электронная версия программы, а кем у нас бумажный. Но, тем не менее, я думаю, будет полезно. Теперь немножко про сами задания. Что из себя представляют задания, и что должен продемонстрировать ученик, на что обращают внимание эксперты, когда оценивают, то есть что они считают теми ошибками, за которые нужно снижать баллы, а что нужно не принимать во внимание, например. То есть к заданию первому, чтение текста вслух, ученик должен продемонстрировать. Следующее, фонетические навыки, как вы видите, это владеть правилами чтения и исключениями из них, ударением, правильной постановкой ударения, дифференцировать какие-то конкретные звуки, которые являются либо парными, согласными, либо парными, гласными по краткости, долготе. Межзубные вот эти вот все щелевые, да, с, з, с, з, четко их не путать. Ф, в, в, б, вот это вот тоже часто бывает, слышим, вместо, что-то вылетело даже из головы, вместо, з, вот говорят, ну, что-то типа этого, ну, часто этот звук путают. О, и, о, очень, очень разно, такая, ну, общая ошибка, вместо, век, в, ок, и наоборот. Вот, овладеть связующим R, тоже пока не все привыкли к этому. То есть вот на эти, на эти места нужно обратить особое внимание. Также в чтении текста нужно обратить внимание на произнесение разных видов чисел. Например, годы, например, дробные числа, десятичные, например, дроби, да, там 5,10, что это 5.6, да, что точка там читается как point. То есть годы, даты и именно собственные названия каких-то стран, названия географические, все это, на все это нужно обращать внимание. Но я думаю, что на ФИПИ выставлены все 40, там, 40 или 41 вариант, которые могут встретиться в экзамене. Можете их проанализировать, либо все с теми детьми, кто будет сдавать, их попробовать потренировать, либо посмотреть, какие там числа именно собственные встречаются, чтобы их тоже потренировать отдельно. Вопрос вижу. На сайте ФИПИ выставлены примеры, которые будут на экзамене по всем трем заданиям. В прошлом году были отличные, неидентичные задания от выставленных. Не знаю, кто вам такое сказал, что в прошлом году были отличные. Те задания, которые были в прошлом году, я их все нашла в открытом банке ФИПИ, абсолютно все. Ни одного не было такого, которого бы там не было. Другое дело, что в марте прошлого года выставили дополнительные задания. Их было сначала 19, а в марте, в конце марта, по-моему, или в начале апреля, их стало еще плюс 19. То есть сначала каких-то 38, каких-то 41. Вот из тех, что новые, на экзамене не было задействовано ни одного. То есть все задания были взяты из старых, из тех, которые прежде были, вот в эти 19 входили. В этом году, конечно, будут, наверное, те, которые в прошлом году добавили. То есть все задания, что есть на ФИПИ, только они, потому что это прописано в порядке, законодательно прописано. И из другого места, в Киме, задания регион брать не может. Только с открытого банка. Это касается только 9 класса. В 11-м, в ЕГЭ, они, конечно, будут новые, а в ОГЭ только то, что есть в открытом банке. Так, тренажер – это здорово, да. Я тоже считаю, что тренажер – это хороший выход. Но есть еще презентация тренажер, конечно. Если вы придете к нам на курсы, то мы вам презентацию тоже покажем, которую можно своими заданиями, там, любыми из ФИПИ, допустим, напичкать и тоже так же тренировать вместе со временем. Следующий момент, что не только в области произношения слов ученик должен продемонстрировать свои фонетические навыки, а и в области интонации и паузации. Ну, то есть это все равно относится к интонации, да. Расстановка пауз, расстановка фразового дарения, владение нисходящим тоном для конца предложения или восходящим тоном для незаконченной группы на запятые, допустим, да, перечисления, либо сложные предложения. То есть это тоже, да, это тоже мы обращаем внимание. Что у нас дальше? Дальше у нас критерии. Критерии к первому заданию максимум ученик может получить за успешное выполнение его 2 балла. Ну, чуть не успешнее 1 и совсем не успешно это 0. То есть от 0 до 2 баллов, да. Я думаю, что критерии вы вместе с учениками знаете, видели и не буду на них подробно останавливаться. Просто вот для того, чтобы сравнить потом с ЕГЭ, мы увидим, да, что там критерии другие немножко. Хотя задания очень похожи, но критерии другие, да. Вот. Здесь, по-моему, я ничего не хотела сказать. Ну, количество ошибок, которое допускается, на 2 балла, это должно быть не более 5 фонетических ошибок, на 1 не более 7. Ну, а на 0, понятно, что это будет более 7 фонетических ошибок. Что касается задания 2, то есть электронный опрос, Electronic Survey. Здесь многие спрашивают, нужно ли давать по несколько предложений, развернутых на каждый вопрос. Я прям вот уверенно говорю, не нужно. Чем больше предложений, тем больше ошибок. Так как в критериях к этому заданию мы видим, что 1 балл ставится, если дам полный ответ на поставленный вопрос, а полный ответ – это и одна фраза, и одно предложение будет считаться как полное. Второе. Допущенные отдельные фонетические, лексические, грамматические погрешности, обратим внимание на это слово, погрешности, не затрудняет понимание. Ну, мы с экспертами договорились, что раз в ЕГЭ во втором задании, там, где они вопросы задают, не учитываются ошибки в артиклях и предлогах, то и в этом задании во втором ОГЭ мы тоже не будем особо наказывать, если только это не ведет к скажению смысла, естественно, мы не будем наказывать за артикли и предлоги, но за другие ошибки, вот именно ошибки, естественно, ответ считается в ноль баллов. Если, видите, допущены на ноль баллов написано, или цифра, ну, которая третья, последняя, допущены фонетические, лексические, грамматические ошибки. А вот препятствуют они пониманию ответа или нет, это чисто очень субъективный фактор, и поэтому для одного эксперта, допустим, эти ошибки будут препятствовать пониманию, а другой эксперт скажет, когда мне все понятно, поэтому вот как бы препятствующие пониманию текста можно это не читать, а просто фонетические, лексические, грамматические ошибки. Вы спрашиваете, Альбина, что относится к погрешностям? Например, в слове ударение поставлено не то, но при этом другого такого слова, вот если слово contrast и contrast, это два разных слова, потому что существуют, эти два ударения ведут к изменению части речи, например, да, contrast это осуществительное, contrast это глагол, это будут разные слова, и поэтому здесь может быть изменение смысла предложения, соответственно, это будет драматическая ошибка. А если entrance или entrance человек скажет, то другого слова entrance такого нет, поэтому будет и так понятно, что это за слово, вот это тогда погрешность. А если слово меняет часть речи или совсем меняет смысл, например, food или food, то вообще слово поменялось, то это, конечно, ошибка. А погрешность это, когда слово очень сильно узнаваемо все равно остается, другого такого слова нет, каким образом его произнес ученик. Но это в фонетике касается, да. А что касается грамматики, например, погрешности, грамматические погрешности, например, это такие ошибки, которые связаны с лексико-грамматическим материалом, которые отсутствуют в кодификаторе за 9 класс. Вот чего нет в кодификаторе, значит погрешность. А если оно есть, значит ошибка. Вот и все. Про задание 2 еще есть какие-то вопросы? Хорошо. Задание 3 это монолог, да. Причем скажите мне, пожалуйста, вопрос тогда к вам. В этом экзамене существует два вида сложности заданий. Два уровня сложностей. Уровень 1 и уровень 2. А вот что касается устной части, то какие задания относятся к уровню 1, а какие к уровню 2? Ну, как кто-нибудь? А, у меня чат был выключен, да? Первое задание вы пишете, третье ко второму, а Анна Турчанов говорит, второе задание к первому. Первое и второе базы, Ульяна Соболева пишет, а третье, Анна Турчанова пишет, ко второму уровню. Нет, коллеги, к сожалению, не все правы из вас. Первое задание это базовое, то есть базовое, то есть уровень сложности 1. Третье задание тоже уровень сложности 1. А уровень сложности 2, то есть А2+, по совету Европы, это только второе задание, это ответы на вопросы электронного ассистента. Вот это второй уровень, да. А первое и третье это база, потому что монологи такого характера, дети у нас должны уметь говорить практически с 5 класса, если не раньше, да, 10-12 предложений, что это? Это совсем пустяк. Вот, то есть третье задание это база, ну, не то, что вообще 9 класс это все база, но в этой базе как бы два уровня сложности, совсем база базовая как бы, да, и чуть-чуть повыше база. Так вот, третье задание это база базовая. Вот. То есть ученик должен на какую-то тему сказать развернутое монологическое высказывание в объеме 10-12 фраз. Опять же, есть вопросы по поводу, что такое фраза. Некоторые отождествляют фразу с предложением. Значит, и считаем, сколько человек предложений сказал, типа вот это только фраз. На самом деле нет. Предложение письменное не совсем соответствует фразе устной. Устная фраза считается, это одна основа. Если предложение может быть сложным и состоять из нескольких основ, значит, мы его будем расценивать как две фразы. То есть если ребенок говорит сложное предложение с союзом веков в середине, то это получается две фразы. Бывает и три фразы, если там он дальше что-то еще разворачивает. Поэтому вот 10-12. Но, смотрите, здесь сказано sentences. Это в самом задании, да? Но когда в критерии мы посмотрим, в критериях все-таки сказано слово фразы, по-русски сказано. И все-таки четко дает разъяснение, что они понимают под фразой. И я вам вот это вот пересказываю, да? В это количество входит вступление и заключение. Раньше мы думали, что оно не должно туда входить, потому что вступление и заключение относятся к другому критерию, к организации высказываний. Но, оказывается, оно и здесь тоже считается. В объем фраз оно входит. Поэтому для того, чтобы ответ получил... Ну, теперь давайте по порядочку. Если задание 3, на контроль выносятся вот эти три умения, то есть строить высказывания в заданном объеме и согласно коммуникативной задаче. Этому умению соответствует критерий номер 1, решение коммуникативной задачи, да? Второе умение, логично и связано строить монологическое высказывание. Для этого существует критерий номер 2, организация высказывания. И третье умение, точно и правильно употреблять языковое средство оформления высказывания. Для этого третий критерий, языковое оформление высказывания. Вот. Так вот, про первые критерии сказано, что 3 балла ученик может максимум заработать, если на каждый аспект дан полный, точный и развернутый ответ. Долго мы пытались понять, что такое полный, точный и развернутый. Но потом, наконец, в каких-то из методических рекомендаций, которые были по поводу еды, мы наконец-то уяснили, что это такое. Полный ответ – это когда в аспекте есть 2 каких-нибудь, 2 каких-нибудь части. Ну, например, в каком-нибудь из пунктов плана может быть слово вопрос «вайт» еще в конце. То есть, а какой тебе предмет пригодится в будущем для твоей профессии, какие два предмета, вот было в прошлом, какие два предмета тебе пригодятся для твоей будущей карьеры и почему. Вот. Если ученик отвечает только про какие предметы, но не отвечает на почему, мы расцениваем этот ответ как неполный. И тогда за неполный ответ минусуется 1 балл в решении коммуникативной задачи. Еще ответ, говорят, бывает точный и развернутый. Точный он может быть. Посмотрим сейчас, по-моему, на следующем слайде. Ну, не здесь, наверное, где-то дальше. Но я здесь пока скажу, если потом мы это встретим, еще раз повторим. То есть, точный – это когда ответ дан по существу. Не в тему ребенок ударился и не в какой-то рассказ, просто около этого, что-то просто связано, а именно на конкретный вопрос отвечает поставленный задач. Это тогда точность. А еще бывает развернутость аспекта. Это значит, на каждый пункт плана дано хотя бы два, но желательно три фразы. Не предложение, а фраза. Если одна фраза дана, мы считаем такой аспект неразвернутым. Если есть вопросы в это место, задавайте. Еще буду пояснять. То есть, за неполный или за неточный ответ снижается как бы один балл за решение коммуникативной задачи, а за неразвернутый, если он только один этот аспект, то снижается пол балла. Ну, как бы, в пользу ученика, если только один неразвернутый, мы ему, так скажем, не снижаем, да, если все остальное полное и точно. А вот если два аспекта неразвернутого, но это, скорее всего, для игры характерно, там надо в монологе пять аспектов раскрыть, и там может быть два неразвернутых, да, за это один балл тоже снижается. Ладно. Так, вопрос, ну, вопрос, по-моему, да, есть. Ориентироваться на задание 10-12 предложений или критерии, где 10-12 фраз. Да, ориентируйтесь на фразы, потому что с экспертами мы обсуждаем именно количество фраз. То есть мне нужно еще переключаться между чатом и вопросами. Я так поняла, некоторые пишут в чате вопросы, а некоторые, молодцы, пишут там, где вопросы должны быть. Спасибо, коллеги. Так, теперь, если про вот эти три задания по ОГЭ все понятно, то позвольте мне немножко сказать про ЕГЭ. Ну, в ЕГЭ все осталось более или менее таким же, что и было в прошлые годы. Единственное, про четвертое задание чуть-чуть скажу. Чем процедура отличается от ОГЭ? Тоже два вида аудиторий. Четыре очереди теперь, теперь в ОГЭ также четыре очереди по 30 минут каждая. Но тут электронный кем, в отличие от ОГЭ, там бумажный, тут кем у них на экране компьютера. Поэтому бланки они заполняют, только регистрационные бланки, больше ничего. Все остальное на компьютере. А, Альбина задает вопрос, возможно ли пауза в высказывании. Если вы имеете в виду третье задание, то паузы возможны, если только они совсем недолгие. Потому как написано прямо задание, you should speak continuously. Continously как раз таки слово предполагает без постовых пауз. То есть паузы допускаются, но и короткие. Если ребенок делает большие паузы, то он не получит уже полных своих три балла. Это уже тогда будет. Во-первых, ему тогда времени две минуты не хватит, чтобы все пункты раскрыть, все аспекты раскрыть. Поэтому паузы не приветствуются. Но если они небольшие, там две, одна-две, ну это, наверное, не критично. Виды бланков сказали. Контроль за временем осуществляется непосредственно программой компьютерной. Поэтому ученику не нужно напрягаться, чтобы следить за временем. Он может следить, там полосочка постепенно движется, время подготовки. И сами цифры мигают, и полосочка двигается, наполняется. То есть два вида наглядного контроля времени там есть. Черновики тоже так же, как в ОГЭ, черновики недопустимы и в ЕГЭ тоже. Задание, скажите мне теперь, вот в чем сходство первого задания с ЕГЭ и в чем отличие? То есть по формату задание абсолютно одинаковое. Там прочитайте текст научно-публицистического характера, и тут тоже прочитайте текст. Ну, возможно, только длина текста чуть-чуть может отличаться, простите. Длина текста может быть в ЕГЭ чуть-чуть подлиннее, но вид текста абсолютно такой же. Требования к подготовке учащихся. Вот уровень, кстати, уровень первого задания в ЕГЭ какой? В ЕГЭ, в отличие от ОГЭ, три уровня заложено в экзамене. Они называются базовый, повышенный и высокий. Ну, понятно, что чтение вслух относится к базовому уровню, да? То же самое, как и в ОГЭ. А вот в требованиях есть все-таки разница. Если в рекомендациях методических ОГЭ мы просто прочитаем слова, что участник должен обязательно продемонстрировать фонетические навыки, а также навыки в области интонации, там, поузации, то есть это все там обязательно. То в методических рекомендациях к ЕГЭ мы увидим, что есть слово «обязательно», и это будет совпадать с ОГЭ прямо слово в слово. Но ниже будет еще участник «желательно», если продемонстрируют то-то и то-то. Это означает уже, что в ЕГЭ есть база и есть повышенный уровень, да? Тут в области повышенного уровня желательно увидеть то-то и то-то, конечно, но если этого нет, эксперты не снижают за это баллы. Снижаем только за то, что базово должен продемонстрировать. То есть если вы методически будете читать, вы увидите нам слово «обязательно» продемонстрировать и «желательно». В критериях. Есть ли разница в критериях по первому заданию? По критерию по заданию ОГЭ первому и к ЕГЭ. Если максимум заработанных баллов в ОГЭ за это задание можно 2 получить, да, если все хорошо прочитано, то в ЕГЭ мы получим максимум только 1 балл. Да, правильно, девочки. А 1 или 0? Совершенно верно. То есть разница в критериях тоже все-таки есть. Вот они, критерии к ЕГЭ, да, 1 или 0. Если там на 2 балла можно 5 ошибок сделать, то здесь это будет 1 балл, да, не более 5 ошибок фонетических. Ну, либо 3 и более фонетические ошибки, искажающие смысл. Но я думаю, что мы особо здесь не всчитываемся, не считаем, искажают они смысл или нет. Ну, просто вот есть 5 или нет опять. 0 или 1. Ну, вот на этом слайде написаны требования к подготовке учащихся, что они должны продемонстрировать в задании 2. Как вы видите, оно тоже базового уровня сложности. От учащегося требуется всего лишь задать 5 вопросов. 5 прямых вопросов. То есть вопросы бывают прямые, а бывают косвенные. Но делается оговорка в методических рекомендациях ФИПИ, для экспертов вы можете их тоже скачать, прочитать. Есть такая оговорка, что если ученик задает косвенный вопрос, то если он задан правильно, с правильным порядком слов, то ради бога, пусть он будет, мы его тоже оцениваем как правильный. Но следует только разграничивать косвенные вопросы от просьбы. Например, what about the price? Это не вопрос, это просьба на самом деле. Как насчет чего-то там, это не вопрос. А вот, could you tell me if I can take photos in this museum? Это косвенный вопрос получается. Он задан по типу вопроса, можно ли то-то, то-то. Просто could you tell me будет вначале, и это не запрещается. Другое дело, что не все ученики автоматически натренированы правильно, с правильным порядком задавать косвенные вопросы, поэтому мы их и нацеливаем, что достаточно просто прямого вопроса. Если ученик говорит вступление, я звоню по поводу такому-то, такому-то, чтобы узнать о том-то, о том-то. Ради бога, если он вступление такое говорит, это тоже не критично. То есть эксперты не наказывают за это, либо, наоборот, не поощряют. Есть оно и есть. Главное, чтобы хватило времени за 20 секунд задать вопрос по первому пункту. Иногда это вступление, в принципе, помогает первый вопрос задать. Почему? Ну, если вы посмотрите на ФИПе, есть такие картинки для второго. Ну, и аспекты для второго задания. Например, во вступлении сказано, что вы собираетесь поехать в отпуск на море. Отпуск где-то около моря, на побережье. И хотите узнать подробности. А первый пункт, по которому вопрос нужно задать, то есть стимул для первого пункта. Локейшн. Вот это-то и как раз некоторых учеников привело в ступор. А как это локейшн? У меня же холиды. Как нужно отпуск где находится? Спросить, где находится отпуск, как бы абсурдно. Поэтому те, кто выкрутился, нашел выход, они спросили, допустим, а где находится дом отдыха, ризот или курорт, или где находится гостиница. Вообще-то в методических рекомендациях потом, когда они анализировали, выполнены уже задания 17-го года, аналитическая пришла справка для учителей английского языка. Там говорят, что вообще-то надо было спросить, где находится ваше турбюро. Ну, тут даже мы бы не догадались, что речь идет о турбюро, но тем не менее. Поэтому бывают такие ловушки. Так, у нас 4 вопроса. Нина спрашивает, есть ли, что там вообще нет экзаменатора. Вот я боюсь, что, может быть, вы слово немножко не то подобрали организатора или экзаменатора. Что под этим подразумеваете, под словом экзаменатор? Есть организатор в аудитории, который читает инструктаж, активирует кнопку начать экзамен. Вот это организатор. А экзаменатор, например, экзаменатор-эксперт, это те, кто проверяет. Раньше были экзаменатор-собеседники, которые собеседование с учеником ввели во время экзамена. То есть, что под словом экзаменатор понимается? Я вот немножко сейчас не поняла. Если можно, поясните, пожалуйста. Нет, конечно, собеседника сейчас на ЭГЭ нет. Это уже 4 года подряд. Экзамен проходит в электронной форме. Ученик все отвечает в микрофон, все на компьютер. Никаких собеседников, естественно, нет. То есть, если давно уже ничего такого по теме не читали, то, наверное, полезно. Да, 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 да. Можно просто пойти на ФИПИ, в разделе ЕГЭ, найти вкладку «Материалы для предметных комиссий» и скачать оттуда методические рекомендации. Там как бы процедура прописана, и все объясняется подробно про экзамен. То есть, я говорю о том, что задавать вопросы желательно прямые, с правильным порядком слов, и первый вопрос должен обрисовывать ситуацию. Например, такую ошибку дети делают. Если слово «location», допустим, там написано в первом вопросе, надо спросить про место положения, дети сразу спрашивают «Where is it located?» Прямо с первого вопроса. «Where is it located?» Если представить такую ситуацию в жизни, вам звонят и говорят, где это находится. Я сразу, конечно же, спрошу это, вы про что вообще говорите, да? То есть, в первом вопросе, конечно, надо спросить не это, а то, что в задании требуется. Если это школа танцев, то, значит, где ваша школа танцев находится? Если это про музей, значит, где ваш музей расположен? То есть, в ситуации нужно, понятно, что пояснить. И тогда в остальных вопросах, пожалуйста, можно задавать их с подлежащим «it». Это уже тогда допускается. Главное, что в первом вопросе коммуникативная задача была решена. Вы вообще про что звоните? То есть, про второе задание понятно, наверное, да? Если здесь больше вопросов нет, но здесь критерии также оценивания какие? Один балл или ноль, соответственно. Опять же, речь идет про погрешности, либо про ошибки. То же самое, что в обе абсолютно. Но я повторюсь, что здесь эксперты не учитывают по рекомендации ФИПИ, мы не учитываем ошибки в артиклях и предлогах, если они очень... Ну, в предлоге бывают такие элементарные ошибки, которые могут исказить смысл вопроса. Но такое редко, конечно, бывает. Вот эти ошибки здесь не учитываются, все остальные ошибки грамматические, фонетические, если они тоже не погрешности, а ошибки, это все учитывается. В чем сходство и различие третьего задания? Ведь в ЕГЭ третье задание – это тоже монолог, как и в ЛГЭ, да? Так, сходство, наверное, в том, что это действительно монолог, но различий на самом деле больше. Во-первых, монолог в ОГЭ – это три аспекта нужно раскрыть, а в ЕГЭ нужно раскрыть пять аспектов. В задании пять точек стоит, которые нужно, согласно этому плану, все раскрыть. Критерия те же самые. Первый критерий – РКЗ, решение коммуникативной задачи, второе – организация высказания, третье – языковое оформление высказания. То есть критерии совпадают. Единственное, что не совпадает разбаловка в этих, ну, так скажем, баллы, да? То есть если за ОГЭ три балла нужно там три аспекта раскрыть и погрешность может быть, ну, допустим, один какой-то чуть-чуть неразвернутый, там уже снимается один балл, а здесь за два неразвернутых один балл снимается. То есть разница в критериях все-таки есть, и у нас время просто мало, чтобы подробно это разыграть. Нужно посмотреть. И именно с детьми, естественно, проработать критерии. Желательно при подготовке к экзаменам их ответы записывать и разбирать прямо с ними, чтобы сначала они сами себя оценивали, а вы как бы давали комментарии. То есть согласны вы с их оценкой или нет. Прямо по критериям, как будто бы вы вместе эксперты, слушаете как будто другого человека и вот как он отвечает. Это на самом деле полезнее, чем если вы только будете их оценивать и говорить им, какие вы им баллы поставили. То есть оценивать нужно детей вместе с ними самими. В отличие от первых трех заданий в ЕГЭ, четвертое задание является заданием высокого уровня сложности. То есть здесь даже нет задания повышенного уровня, сразу три базового и одно высокого. Это уже тоже монолог, но монолог другого характера. Если там было описание какой-то из трех фотографий, больше описания, то здесь нужно, чтобы это было больше рассуждения. Тут аргументы надо приводить и пояснять эти аргументы, почему вы так считаете, какие-то предположения высказывать и пояснять на основе, чего вы так предполагаете. Конечно, в это задание входит описание в первом аспекте, опишите картинки. Опять же, дети основную ошибку какой делают? Они полно не раскрывают первый аспект. Там написано в скобочках action и location, нужно в описании обязательно сказать, что делают люди, либо что там вообще происходит, и где это происходит, то есть location. Вот часто бывает, что-то из этого дети не договаривают. Ну, чаще они договаривают location, конечно, но бывает и наоборот. Сказано где, но не сказано, что делают. То есть, как-то человека самого описывают, кто он там, примерно сколько лет, или как выглядит, и где он находится, а что делает, забывают. И такое бывает. Это называется неполно раскрытый аспект, для него снижается один балл из трех. То есть, в этом задании нужно сравнить. Сначала описать, потом дать сходство. Следующим аспектом дать различия, чем различаются эти фотографии. В четвертом аспекте нужно ответить на вопрос о предпочтении, что из данной темы, на которую фотография, а фотографии могут быть на тему виды приема пищи, или виды отдыха, или профессии, или что-то еще. То есть, первым делом, когда вы готовите детей, о процессе логической связи, сейчас секунду отвечу, первым делом нужно, чтобы ребенок посмотрел, начиная готовиться на это задание, посмотрел на четвертый аспект этого задания. Что ему придется сравнивать, по какой теме. Потому что иногда на фотографии смотришь, кажется, что они про виды отдыха. А посмотришь на четвертый аспект, а оказывается, они про другое чего-то. Поэтому первым делом смотрим на четвертый аспект, и уже исходя из него готовимся. Что сходство, что различие. В сходствах и различиях достаточно сказать по два хотя бы сходства и два различия. Бывает даже, ну может быть, два сходства, одно различие, либо наоборот, если их там мало. Но обязательно, чтобы ответ был развернутый. На основе чего вы это сходство или различие проводите, и какие-то доказательства. То есть развернутость должна быть в ответе. Но чаще пока что бывает так, что участник называет свое предпочтение, и называет две причины, почему он предпочитает то-то или то-то. Этого на самом деле получается недостаточно. Получается, что предпочтение сказал, что из этого предпочитаешь, это ответ на четвертый пункт плана, на четвертый аспект. И получается всего одна фраза. И потом, когда он две причины всего называет, почему он это предпочитает, получается две фразы, ответ на пятый аспект. Получается четвертый неразвернутый. Если у него там еще первый где-то, ну не первый, а какой-то второй аспект, допустим, там всего одно сходство было, Или там в третьем аспекте всего одна разница. То есть можно за четвертый аспект плюс еще какой-то тоже схлопотать минус один балл, потому что неразвернутость будет. Поэтому смотрите книжку «Эффектив спикинг» Вербицкая для 10-11 классов. Там есть хорошие образцы ответов на эти задания и на третье, и на четвертое. Есть образцы вступлений, заключений, и как раскрыть четвертый и пятый аспект так, чтобы это было не бедно, а так, чтобы найти, что сказать. Я думаю, что это самое пока что удачное пособие по подготовке к ЕГЭ именно к третьему и четвертому заданию. Более-менее подходящие под все критерии ответы. В остальных сборниках пока что не могу сказать, что все примеры, образцы ответов, которые там даются, соответствуют критериям. Всегда находятся какие-нибудь минусы. Вопрос, сколько средств логической связи необходимо использовать в третьем и четвертом заданиях. Так как третье задание базового уровня, то там допускается хотя бы три базовые. And, but, also. Ну, как правило, используют даже больше. А задание четвертого высокого уровня, там хотя бы надо пять-семь. Ну, потому что, ну, а иначе как? Как сходство сказать, провести, вернее, параллели, либо сходство, либо разница, без логических связок? Это же просто невозможно. Получится просто какое-то описание и все. А чтобы это было сравнение, там должны быть соответствующие связки. Поэтому всем и больше вот где-то такое, такое количество. Так. То есть вот четвертое задание, да? Про четвертое задание, что нового появилось в этом году? Ну, вот я сейчас говорила, что различие между этими двумя заданиями в уровне, прежде всего, и для успешного выполнения требуется более, четвертого задания стало быть, да? Требуется более широкий репертуар лексических единиц и грамматические формы синтестических структур. Если все предложения простые, нет сложных каких-то предложений, нет сравнительных оборотов, структуры повторяются на уровне simple, present simple и maximum present continuous, конечно, за языковое оформление высказываний человек не получит 2 балла. Это будет либо 1, либо даже 0, если совсем все просто. И у этого я говорила, что такое развернуто, точное полное, это мы обсудили уже, да? Типичные ошибки я тоже уже говорила про них. А, ну вот единственное, я забыла сказать типичную ошибку, например, в третьем задании, до сих пор еще встречается, они говорят в пятом аспекте, я решил показать это фото другу. Они не говорят, ты решил показать это фото тебе, потому что, именно тебе надо говорить, да? О собственной адресности, это называется, когда они говорят, я решил это фото другу показать, потому что, оно относится к неточности. И за этот аспект получается минус, ученик получает, то есть минус 1 балл в решении коммуникативной задачи. И в четвертом задании тоже, обратите внимание на четвертый аспект, если ребенок говорит, я предпочитаю фото 1, а не фото 2, вот, я предпочитаю фото 1, потому что, тоже минус четвертый аспект, потому что не фотографию надо предпочитать, а то, что у тебя по заданию написано, какую профессию вы предпочли бы, или какой вид отдыха вы бы предпочли, а не фотографию какую, да? Если ребенок говорит, я предпочитаю фотографию, все, это тоже минус аспект, минус 1 балл. И вот про четвертое задание в нынешней демоверсии этого года, если вы посмотрите на четвертый аспект последнего задания, там написано, Say which of the seasons presented in the pictures you preferred as a child. Вот это, на это Лербицкая обращала внимание, что в этом году в заданиях могут появиться вот такие формулировки, либо в прошедшем времени, либо в будущем времени, либо останется, может быть, с той же would you prefer, то есть с some junk of mood. Так, сейчас отвечу на вопрос Альбины. То есть, если ребенок отвечает по привычке I would prefer, то это будет, скорее всего, минус языкового оформления, либо нет, скорее всего, даже это будет неточность, потому что просили сказать, что ты предпочитала в детстве, а он говорит, я бы вообще предпочел. То есть нужно обратить внимание детей, что могут усложнить задание вот таким образом, прописав в этом аспекте либо будущее, либо прошедшее время. Альбина спрашивает, назовите еще раз название методического издания. Я вам показывала открытый банк ФИПИ, это тоже на сайте ФИПИ. Если я сейчас продемонстрирую свой рабочий стол, попробую. Демонстрация экрана нет соединения с сервером. А, все понятно. Нет соединения с сервером. Тогда просто запишите, что... Так, у нас тут небольшая техническая проблемка была. Значит, еще раз, я не буду тогда с интернетом экспериментировать, просто вы заходите на сайт ФИПИ, находите там раздел ЕГЭ, и находите в этом разделе вкладку для предметных комиссий. И когда вы откроете эту вкладку, там будут методические рекомендации для экспертов предметных комиссий. Вот нужно скачать за 18-й год новые рекомендации. Там есть и для письменной части, и есть и для устной отдельные два файла. Причем в устной части есть еще аудиофайлы, ну, для тренировки и оценивания, да. Их, конечно, тоже можно скачать, но вот тренинг, который описывается в тех материалах, ну, мы его считаем, что некоторые баллы, выставленные московскими, ну, в данном случае методистами, немножко не соответствуют критериям. То есть мы видим, что количество ошибок либо наоборот превышает допустимый объем, а балл ставится как за меньшее количество ошибок, вроде бы при всем, притом, вроде бы все учли, но у них балл получается либо выше, чаще выше, чем по критериям был бы, да. Ну, иногда бывает и такое, что ниже. Поэтому, как бы, на то сильно опираться не нужно, а вот на пояснение критериев, на объяснение вот этого всего, да, это, я думаю, следует прочитать. Ну, наше время уже подошло к концу, наверное, я просто скажу, что для того у вас есть возможность получить подробный тренинг в оценивании и дополнительные какие-то рекомендации и ресурсы для подготовки учащихся и к ОГЭ, и к ЛИГЭ, и не только устной части, но и письменной. Это, например, программа стратегии и тактики итоговой аттестации, я просто начало название написала, полное название у нее там подлиннее. Эта программа, ну, следующая, которая вот по плану, будет проводиться со 2 по 11 апреля, и мы набираем там дополнительно, то есть она по госзаказу идет, она бюджетная для тех, кто уже зарегистрировался на нее полгода назад, то есть еще, ну, не полгода, а вот зимой, когда была заявочная кампания. А те, кто хотел бы участвовать, но не зарегистрировал на нее, есть возможность прийти ее вне бюджетно в эти же сроки, то есть там будет еще вторая группа, если она наберется. И там мы обучаем и даем рекомендации, как вообще учить детей и готовить их к итоговой аттестации, не только по говорению письму, а по всем остальным разделам экзамена, то есть чтение, аудирование, лексика, грамматика, ну, и также письмо говорим. Следующий момент, что если вы хотите именно как эксперт попробовать свои силы в оценивании, натренироваться достаточно, чтобы легко оценивать детей и давать им рекомендации, какие у них слабые места, какие сильные места, ответьте на письменное задание, на письменную часть ЕГЭ и устную часть, то это программа особенностей оценивания устной и письменной части ОГЭ и ЕГЭ, которая тоже внебюджетная, мы запланировали с 25 по 29 июня. У нас уже есть набор 35 человек на эту программу, но если будет больше, то мы сделаем так же параллельно, две группы будем просто вести. Вот это 4 дня. По ценам можно позвонить или написать мне, я вас поподробнее проконсультирую. Если у вас есть коллеги, которые в школе с вами работают других предметов или просто знаете кого-то, кто хотел бы получить диплом о переподготовке и тоже преподавать английский, то у нас в апреле запускается программа переподготовки на 280 часов, три сессии там будет. Ну, тоже подробности, я думаю, если кому-то нужно, можно мне позвонить и узнать. То есть выдается диплом о переподготовке с правом преподавать английский язык от начальной до старшей школы, то есть в учреждениях общего образования, в общеобразовательных учреждениях. И еще мы проводим пробные экзамены ОГЭ и ЕГЭ тоже на небюджетной основе. Мы в рассылке это, в принципе, об этом писали, но вдруг кто-то из вас не получает рассылку, то можете тоже звонить, спрашивать. Если вашим детям нужна экспертиза, то мы готовы ее провести. То есть это весь экзамен с устной частью. Они сначала его сдают, в несколько дней мы проверяем и консультируем, если в городе, то можно приехать на очную консультацию. Если это в другом месте края, ехать далеко, то это можно сделать по онлайн всяким разным программам, типа скайпа или зума, или еще как-то по сети. Методическое издание, я еще поняла, наверное, вы про эффектив спики еще говорили, да? Это, в смысле, я говорила, упоминала это издание, где образцы ответов хорошие, да? Просто эффектив спикинг. В нашей библиотеке, кстати, по секрету скажу, ну, ELT-лайбрери на сайте нашего сообщества находится, да? Оно там есть вместе с аудиосопровождением. Можете посмотреть его там. Но если нет, оно продается. В магазинах, в принципе, эффектив спикинг называется. Для десятых, одиннадцатых классов. Вопросы еще какие-нибудь есть? Время наше, к сожалению, подошло к концу. Ага, хорошо. Вот только добавлю про ОГЭ, что буквально вчера появилась информация, что если по техническому сбою ребенок вдруг, ну, необходимо будет пересдача, раньше девятиклассник мог пересдать устную часть прямо на месте, только с другим Кимом. Сейчас это уже будет невозможно, то есть он будет назначен на резервный день, но он не обязательно должен будет пересдавать его с письменной частью, да, а отдельно только устную часть. Вот это вот появилось новое. А так, спасибо вам за внимание. Жду ваших песен или звонков. Презентация я свои координаты обозначила, так что обращайтесь. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова